МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Ксении Напенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Юность в сапогах. В России начался весенний призыв. Театральный экспромт для юных читателей. В Пушкинке торжественно закрыли неделю детской книги. Покорили сердца жюри и вокалисты детской школы искусств. Вернулись с международного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте 65 плюс Нижегородской области отменили с 1 апреля. Губернатор Глеб Никитин подписал изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Однако рекомендации оставаться дома жителям солидного возраста все же остаются. Я очень прошу нижегородцев старшего возраста крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей, сказала глава региона. Работодателю, у которых трудятся граждане в возрасте 65 плюс, рекомендовано в приоритетном порядке переводить сотрудников этой категории по возможности на дистанционную работу. Режим самоизоляции для беременных нижегородок будет действовать до конца апреля. Работодатели обязаны перевести сотрудницу в положении на дистанционку. Напомним, с 1 апреля возобновилось действие льготных проездных на общественном транспорте для лиц 65 плюс. По данным регионального Минтранса, если на момент приостановки действия льготной карты у пользователя сохранялись неиспользованные поездки, то с 1 апреля ими можно будет вновь воспользоваться для оплаты проезда. Если же поездки закончились, пользователь нужно приобрести новое обычным способом через кассиры или дистанционно с последующим зачислением средств на карту. Безлимитный проездной с 1 апреля будет автоматически продлен на месяц. В России с 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. Войска планируют отправить 134 тысячи юношей, сообщили в Минобороны. Компания проходит с соблюдением противоэпидемических мер. К работе с призывниками должны допускать только привитых сотрудников или тех, кто имеет иммунитет. Всем новопранцам сделают тесты. О том, как проходит призыв в Сарове, расскажем в следующем репортаже. За весенний призыв ряды российской армии должны пополнить больше трех тысяч человек из Нижегородской области. Из них в Сарове сотрудники военного комиссариата планируют набрать около 50 человек. На службу молодые люди отправятся на 12 месяцев. При наборе участники по-прежнему соблюдают все антиковидные ограничения. Маски, обработка рук, соблюдение дистанции. Из нововведений этого года – обязательная вакцинация для всех призывников. Они должны сделать прививку. Те, кто не сделает прививку по каким-то причинам, будут прививаться во время службы в армии. По законодательству все осталось без изменения. Все то же самое, что и было. Также отсрочки для получения образования по семейному положению. И по категориям годности, кто не годен к военной службе, те будут освобождаться от призыва. Потенциальные новобранцы сдают анализы, проходят медкомиссию. По ее итогам специалисты выявляют категорию годности. В зависимости от состояния здоровья призывная комиссия определяет род войск. Основная масса идет в центральную часть России. Кроме этого мы комплектуем Северный флот и Южный военный округ. Это район Ростова. Черноморский флот очень редко комплектуем, но бывает. Всего в России за весенний призыв вооруженные силы отправят более 130 тысяч новобранцев. Он пройдет с 1 апреля до 15 июля. Осенний призыв начнется 1 октября, а закончится 31 декабря. Власти России планируют в 2022 году увеличить МРОД на 4,7%, а в 2023 на 5,8%. Все будет зависеть от экономической ситуации в стране, заявила Татьяна Голикова. Она отметила, что экономический рост напрямую влияет на уровень зарплат. Все меры, которые принимают власти для поддержки экономики, скажутся на уровне дохода людей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Нижегородской области находится ниже порогового значения на 35%, сообщает Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Отмечена циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, преимущественно COVID-19, риновирусов, сезонных коронавирусов, метапневмовирусов. К эпидсезону по гриппу ОРВИ привито свыше 1 миллиона 600 тысяч нижегородцев. Для саровских школьников организован регулярный рейс в детский технопарк Кванториум Саров в поселке Сатис. Расписание автобуса будет составлять в соответствии с расписанием учебных занятий. Доступ к уникальным образовательным ресурсам должен быть как можно более широким, что в полной мере соответствует духу национального проекта образования и положениям послания президента России Владимира Путина, прокомментировал губернатор Глеб Никитин. В технопарке Кванториум Саров учатся более 800 ребят. Это и жители Сарова и школьники из Ордатовского, Вознесенского и Дивеевского районов. В преддверии годовщины ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Сарой пройдет ряд памятных мероприятий. Запланировано торжественное собрание и награждение. Кроме того, в честь памятной даты Союз Чернобыльцев хочет установить в нашем городе обелиск, посвященный тем, кто устранял последствия катастрофы, решается вопрос финансирования. Всех чернобыльцев просят позвонить и сообщить о себе по телефону 516-45-913-74 и 8-920-074-73-42. В православном творческом объединении мира открылась выставка кукол лауреата премии «Золотая маска» Натальи Мишиной. В экспозиции представлены перчаточные куклы, марионетки и эскизы к одному из спектаклей. О постановках, в которых были задействованы куклы, об их создании расскажем далее. Несколько кукол, рисунков к спектаклю, костюмов актеров. Экспонатов не так много, а вот материала для экскурсии более чем достаточно. О каждом из них Ирина Семенчук может рассказывать долго и увлеченно. Эти куклы создавались в тесном сотрудничестве с Натальей Мишиной по ее эскизам. На выставке представлены игрушечные актеры трех спектаклей – «Чудаки», «Суворов» и «Дети Библии» Моисей. Наталья никогда не доверяет скульптур никому, хотя в театре кукол иногда это допускается. Художник предоставляет эскизы, а уже, допустим, патафоры сами могут лепить. Куклы трех спектаклей, но одного автора очень разные. По словам Ирины Семенчук, при создании самое сложное – следовать эскизам художника. Но здесь Наталью Мишину поразили саровские специалисты, которые шили костюмы для спектакля «Суворов». Мастера кропотливо проработали мельчайшие детали, как будто создавали одежду для настоящих актеров, а не для кукол. Также при изготовлении очень важно добиться реалистичности. Чтобы она была, знаете как, не то чтобы удобная, а чтобы она была живая, чтобы вот ее жест, актеры не тратили огромных усилий, чтобы как бы ты чуть толкаешь куклу, и она движется уже по какой-то своей вот такой пластике особой. И добиться вот этой пластической выразительности куклы, наверное, самое сложное. На экскурсию приходит много детей. Но взрослые не отходят далеко, а внимательно слушают рассказ Ирины о спектаклях, о том, кто создавал куклы, какие техники и материалы использовали. Каждая кукла свои секреты. Ну, конечно, марионетка для нас, наверное, наиболее сложная кукла, потому что она просто не в нашей культуре. Вот мы редко работаем с марионетками, и поэтому там есть особая сложность в марионетке. Нужно уравновесить все части тела, их специально делают деревянными, чтобы была возможность утяжелить свинцом где-то. Выставка кукол будет работать с православным творческим объединением «Мир» до конца апреля. Для лиц старше шести лет. В библиотеке имени Пушкина торжественно закрыли неделю детской книги. На протяжении каникул библиотекари проводили для посетителей интерактивные программы и мастер-классы. Устраивали концерты и мозговые штурмы. Рассказывали о новых книгах. На заключительном мероприятии гостей праздника ждал театральный экспромт. Юные читатели могли представить себя артистами и устроить совместное представление. Театральной мозаикой завершилась неделя детской книги в Пушкинке. Мероприятие посвятили Международному дню театра и пригласили на него детей и родителей. О любимых книгах и героях из них юным читателям предложили рассказать в форме инсценировок. Показывать какие-то эмоции, показывать какие-то театральные этюды самые простейшие. И потом мы разделим всех детей на пять групп, которые представят нам пять спектаклей. По словам Людмилы Чедаевой, читающие дети проводят много времени в библиотеке. И для сотрудников Пушкинки все они уже стали родными. За время каникул мероприятия библиотеки посетили более сотни ребят. И театральное закрытие недели детской книги стало для них едва ли не самым ярким событием. Это был день читательских активностей, предпочтений читателей, когда мы позволили нашим ребятам рассказать действительно о том, что им больше всего нравится в литературе. Они выбирали художников-иллюстраторов, пытались сами представить себя этими художниками-иллюстраторами, понимая, что иллюстрация в книге очень важную роль играет. У них была возможность выбрать из современных литературных героев тех героев, которые им больше всего нравятся, и объяснить свой выбор. В неделе детской книги включила в себя десятки мероприятий. И они были не только прочтения. Квесты, викторины, театрализованные постановки, мастер-класс по бисероплетению – это лишь часть того, что взрослые дети смогли посетить в библиотеке имени Пушкина. В библиотеке был квест на разных станциях. На одной из станций мы рисовали воображаемую вселенную. Моя вселенная выглядела планетой в виде сосиски, и на ней был необычный инопланетянин. У меня очень много любимых книг. Одна из них – Тимур и его команда. Неделя детской книги завершилась театрализованными спектаклями, участниками которых стали гости библиотеки. Воспитать любовь к чтению и культуре – девиз сотрудников Пушкинки. Библиотека всегда рада новым друзьям. Обо всех ближайших мероприятиях можно узнать на сайте пушкинкосоров.рф. Ежегодно 1 апреля во всем мире отмечают веселый праздник – День дурака или День смеха. В этот день принято разыгрывать родных, друзей, просто знакомых, или подшучивать над ними. Многие ждут праздник с опаской, не понимая, чему можно верить, а чему нет. А для кого-то 1 апреля – прекрасный повод поднять настроение себе и окружающим. Как к Дню смеха относятся жители Сарова и какие шутки они приготовили, расскажем далее. 1 апреля отмечается международный праздник юмора. В этот день принято разыгрывать своих друзей и всячески подшучивать над своими близкими. Давайте спросим, как саровчане относятся к этому празднику. На работу сегодня пришлось выходить после удаленки. Это так вас разыграли. Да, да, но правда, к сожалению, не было. Ну, если получится, я нам тоже, кто-нибудь мне скажет что-нибудь или я кому-нибудь скажу. Я точно положительно. Ужасно. Постоянно ходил к директору. Постоянно. Учился в 19-й школе, Евгений Степанович был такой директор. Надо мной, Демьянин, когда-то постоянно шутили. Забывал. И ребятишки скажут, Олег, я к директору, у меня плохо было с поведением. Евгений Степанович меня всегда на место ставил. Вот такие дела. Да никак. Вот сегодня было обсуждение диссертации. Мне все равно было первое это или не первое. Это нормальный, обычный день. Да нет, некогда было. Я в поликлинике была. Нет, я не подшучила ни над тем. Как-то люди все серьезные, пожилые, неудобно подшучить на такими. Ну, если не знаю, в школе может быть что-то было. Ну, я уже не вспомню. Кто-то прикалывался, одноклассники. Ну, какие шутки именно сейчас уже, ну, не вспомню. А сейчас уже просто первые, первые. Сейчас, наверное, с короной шутки. Тоже шутки плохие с короной. Не знаю, так на злобого дня начальство зарплаты, дороги, грязь. В первом апреле? Да никак особенно. То есть никаких шуток не проводите? Очень редко. А над вами, может, подшучивали? Подшучивала. Интересный случай вспомните? Нет. С юмором. Вы, может, как-то подшучивали? Позитивно. Нет, пока еще ни над кем не подшучивала. А над вами? Надо мной тоже нет. Наверное, понимаете, что я не очень это. Опрос показал, что среди зрелого населения праздник уже не так популярен, как был для них в детстве. Все же в наше время уже как-то не до шуток. В дни весенних каникул воспитанницы ДШИ приняли участие в вокальном международном конкурсе World Music Heritage, который проходил в Москве. Дарья Чернова стала лауреатом второй степени, а Наталья Абаканова – третий. С какими номерами девочки покоряли сердца жюри, смотрите далее. Звончи, жаворонка, пенье, я очень нашли теперь. Каникулы можно провести с пользой и удовольствием. Так решили педагоги и воспитанницы ДШИ и отправились на международный конкурс World Music Heritage. Наталья Абаканова приехала в Москву с произведением римского Корсакова «Звончи жаворонка, пенье». В детской школе искусств Наташа учится уже третий год. Несмотря на то, что выступления для нее уже стали привычным делом, на сцену выходило с волнением. Надо, чтобы было у песни настроение, потому что неинтересно слушать, когда артист хорошо попадает в ноту, но поет без настроения. Мне конкурс показался очень интересным, я сильно волновалась, потому что там было очень опытное жюри и конкурс был международный. Наташа смогла покорить сердца жюри и стала лауреатом третьей степени. Еще одну награду конкурса завоевала Дарья Чернова. Юная вокалистка выступала с песней «Ночь уходит» Валентина Берестова. Ночь уходит на водой И уходит за собой Даша стала лауреатом второй степени. После долгого перерыва выступления на очном конкурсе стали глотком свежего воздуха, особенно учитывая уровень вокального состязания. В жюри вошли музыканты и певцы с разных уголков мира. Жюри было, конечно, очень серьезное. Там певец из Италии, и солист Большого театра, и геликон оперы, и также армянского театра солистка. Результатами поездки педагоги и воспитанницы остались довольны. Благодарственными письмами также наградили концертмейстера Софью Сеник и преподавателя Дарью Кварту. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.